И зараз у нас есть такая добрая махчимость поговорить про перспективы христианской высшей эдукации. Найперш в Украине, напевно, и вероятно в Беларуси, а я так само, в принципе, нас у вся Восходная Европа текает, потому что мы, я думаю, отжимаем полную еду с этими краинами, которые и снимут с нами побачь. И начать эту гутерку про перспективы христианской высшей эдукации во Восходной Европе, я бы хотел бы с такого невеликого уступа, что мне, вот я человеку, который глядит на ситуацию крышечку сбоку, да, а из Беларуси, махчима с Украины, с Украиной гэта крышечку иначе глядится, но мне подается, что Украина все не переживает такую ситуацию открытого окна. Что я имею в виду, в свой час Фрэнсис Шеттер, пишучи про озвученные Штаты Америки, про ситуацию, когда там отбывалась культурная сексуальная революция, и, в принципе, американское громадство переживало такие часы полных выправований. А после этого надрешел час, когда американцы выбрали Рональда Рейгена, который стал все президентом, который, в принципе, симпатизовал христианству, и таким чином отремалось, что политичная улада, которая в той час была в Злачных Штатах Америки, в особенности она была открыта на то, чтобы христианские уплыли, и они расширались в американском хромадстве, и роля христианства нам верталась. И к тому Фрэнсис Шеттер назвал возле эту ситуацию, час кирования Рональда Рейгена открытым окном, и он, в принципе, засеручил увагу христиан, взвертающихся до их, что, в принципе, это окно не бывает открытым вечно, что прийдет час, когда это окно захлопнется, и кому нам, христианам, важно быть готовыми, подрифтованными и выкористовывать ту ситуацию, которая есть с семьями, и тому мне подойдется, что, глядячи на ты некоторые тенденции, которые отбываются в украинском хромадстве, а это, наверное, такая декоммунизация, которая отбывается у вас, это принятие указов об тым, что сегодня, я так разумею, и теологичная адвокация духовных установов, она лечится за ровные державные, и державные декломы можно отривливать людям, которые отривливают такую эдукацию. Это и, скажем, облегчение значения реформации русским державным узоровне. Мне подается, что есть такое поразумение, что в ваших политических элитах необходимости расширения христианского вплыва в разных сферах, и в тем, как я думаю, и в сфере эдукации. Поэтому мы сегодня попробуем крышечку поговорить, марчим про эти перспективы, которые открываются перед нами, перед христианами в сфере большейшей эдукации. И сегодня с нами, в принципе, это круглый стол, там он такой захваченный до вас всех формуливать некие пытания, и коли вы маете некие ремарки, то так само, в принципе, будьте активными, поднимайте руку, и мы сможем к этому делиться. Алина, я хотел бы представить наших экспертов сегодняшних. Это Василий Николаевич Жуковский, который является профессором, доктором наук, педагогичных, как я разумею, да, и является деканом гуманитарного факультета Астрожской академии. Человек, который, в принципе, имеет досвид эдукации не только миссисловой, только как у них такой советской традиции, али и человек, который получился на заходе у американском университете, ну, я думаю, и перебородно еще поездили здесь, и по свету. Человек, который вельный шмат у своими житиями уже зарабил для поширения выкладания в украинских школах христианской этаке, и, в принципе, который звертает увагу всему украинскому громадству на важность в связи этих дисциплин, которые подкресливают моральный фактор, да, о выховании, духовно-моральный фактор. И так само другим нашим экспертом является Виталий Леонидович Хромец, который является доцентом педагогичного университета имя Драгоманова. И, насколько я так заразумелся позже к поведомлениям интернета, вы заразь наместник директора, да, института философии, да, в вашем университете, который занимается, ну, доследованием, ну, это социологичных в сфере религии, религия знамства. Виталий Леонидович так само кандидат наук, социологичных наук, да, в том числе в отцовских наук. И тому, на первых, я распробую сформалевать некие пытания до наших экспертов, а я так само различиваю, что вся аудитория будет так само на этими питаниями задумываться, а разважать. И в начале я хотел с цитаты Библии «Поглядите на Ним, веклины побелели и поспели до жатвы». Я вот уже сказал про ситуацию распахнутого окна, которая мне с Богу подойдется сегодня и с нуде на Украине. И, сопротивление, Господь, звертай нашу увагу, что Нима, она готова до жатвы, и этот час нам, крестьянам, задуматься, как мы эту ситуацию можем выкрустать. И на это же то, что нас в ближайшем часе чекает, вот вся Украина рихтуется отзначать в наступном годе 50-х годов реформации. И как вы думаете, каким чином отзначение 50-х годов реформации может поплывать на украинский университет? И, в принципе, что можно сделать в университете, взяли отзначение для того, чтобы выкрустить это? Спасибо. Спасибо за возможность быть на форуме. Спасибо за попереднюю лекцию, которую пан Юрий прочитал, про роль университета, где подав богословские, исторические, философские засады университета, где узнав про реформацию. И, в этом связи, я ось на сравнении параллели между реформацией и Островской академией. И, в принципе, смотря на заручения американских университетов, я подвергнулся, что Островская академия была основана на 60 лет раньше за первый американский университет в 1576 году. И, в принципе, те идеи реформации, которые звучали, реализовывались в Европе, они также реализовывались в Островской академии. Потому что Островская академия в 16-17 столетях мала миссию. И миссия в этой академии была, это дать возможность украинцам, схильным славянам читать Библию родной мови. И всей митой фундатор Островской академии, князь Василь Касатин Островский и Альшко, я помедила кошти на Островскую академию, они же выделили кошти на Островскую Библию и были естественные уникальные духовно-индиотарные плоды. Когда собраны были преподаватели, учени из Украины и Европы, и за деть их стильным постровская Библия была доступной мовой для людей. Это произошло в 1581 году. Это был небаченный подвиг того времени, потому что постровская Библия действительно шедевр постровская постровская мистерство, не про духовное значение. И подходы, и методы, которые использовали реформацию, они значной мировой были притаманны для Островской академии, потому что вкладывание было рідной мови, Библия было рідной мови, и кандидат духовных лидеров и государственных лидеров самого Островской Академии. Тих 500 випускников, которые вышли из Островской Академии, они потом сделали величайший влияние на развитие духовности, религии, культуры не только в Украине, а и всему Схиднославянскому обеспечению. Говоря про то, каким чином сейчас идеи реформации могут влиять на университет, то скажу, что одна из первых конференций до 15 лет она даже была в Островской Академии. И это была действительно такая серьезная события. Почему? Потому что такая числая команда науковцев, богословцев прибыли до Островской Академии и впродук тижня происходила эта конференция за участью многих известных особенностей, в том числе студентов в Островской Академии. Власне, как идея духовности началась в Островине, так же реформация самая в шляху в Украине и Островская Академия и Остров стали одним из первых мест, где все началось. Идеи реформации и значения реформации достаточно добре малили. в Островской присутничестве на этой конференции сопроводей для меня поражала и аудитория академоплинарной сессии там присутничали студенты Островской Академии это там лик шоу до тысячи людей и неглядь сотен туда собралось и где-то поражило. И мне подается, что сопроводобельно важно Василий Николаевич сказать еще некоторые моменты уплыва реформации на украинскую то же самость про Астровскую Академию про Василия Константинов Астровского про уплыв гибли национальных умолы и думаю, что с продэ университет может далее доследовать спуст этот час уплыва реформации и это не важно этот час юбилея. Криваска Виталий Леонидович Домаш 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 университет реформации на форму с частного расцвета Виталий Василий Николаевич уже про это сказав и я також должен отзначити эту призначную Астровскую Академию потому что когда мы говорим про реформацию классичную реформацию або реформацию первого периода то вона как раз была сконцентрована на интеллектуальной дискусии интеллектуальной борьбе и университет что самое цикавое он стае фактично ареной цієї дискуссии и первое что сделал последователь колюнтера Мелентон он начал делать реформу университета мы можем говорить про мелентонную реформу университета университета Немеччина а двое про что говорили Мелентон это что нужно создать на основе уже подготовленных кадров так называемой общественной школы мы начали говорить о том что это было связано если мы говорим что Библия должна быть доступна для всех и просто но это не просто было в тот время потому что читать могли далеко не каждый уже стала доступной Библия потому что она была закреплена цей вигад механизм путенбергом активно использовался как раз очевидником реформации но как так стати что эта Библия не належала а она читалась треба народ научиться и университет станет тою планка которую должен выполнить и обеспечить посвященную элитку и фактически меняю Сюзель Константин Астрожский просто-напросто анализовав уже существующие обосвитные территории Украины например существовала Киселинская школа Саценяна окрестованная Астрозская академия называется but астроз Астрольская академия называется «славяно-греко-латинское». Перед тем, кто учился, требовалось знания трех, а не одной мовы, латини. Князь Костянтин Астрольский хотел наполегливо довести всем, что греко и славянская мова могут использоваться в выкладке. Честно говоря, латино потом заменула в Киевом Гринской академии, но так или иначе, эта заявка была крайне разбита. И реформа университета, которая начинается в реформации, она потом производит создание университета нового типа в городе Гали, это конец 17-го столетия, который состоит прототипом современного университета, где в основе которого стоит автономность исследовательства, исследовательская свободы. И потом это было реализовано уже в Вильном университете Берлина, в Вильном университете. И, власне, немецкий образ университета, это был самый успешный. И, власне, уже нации, европейские нации, начали фактически дорожать и дублировать именно в Вильном университете. Поэтому мы можем сказать, что и наш университет, он, певным чином, хоть он очень серьезно пошкоден, как в самом негативном смысле, Радянскую ненужную. То есть, Радянский университет все замуж, чтобы его поставить на служение идеологии. Но, власне, самоподходы, принципы, засады, они догадываются именно на то, что было закладано в период реформации. И поэтому, повертающись и святкующие эти реформации, нам нужно университетские пращие напоминать, что продуктивная университетская деятельность может быть только тогда, когда профессор, руководитель не имеет никакого интеллектуального тиска. То есть, он выполняет свое исследование, он на основе анализов, грунтовой работы с железами. Это, власне, принципово, принципово-десвятанное власть реформации. Свобода духи, таки самопоплив реформации, которые показала университет. Я за недавно в нем могчимость как раз-таки чуть обмудобить профессора Умбольтского университета Доротея Венденбург, которая дала сопротивление судомный огляд реформации, от плыва реформации, судности реформации, означивание, которые немецкие особи реформации. И, ну, на самом деле, мне это сказалось уражение, что там глубоко эту справу вручать. Вот, стандарт Василий Николаевич сказал, что у их академии плановится однословая конференция, присвеченная реформации в наступном годе. Виталий Николаевич Морщин, но у вашего университета плановятся одникие заходы, чтобы отзначить этот юбилей. Тима, чима вы ведаете вот эти ситуации в некоторых научальных установах? Тима, про другие же, но в околе указан президента значение реформации, что о научальных высшайших установах будут проведены некоторые речи, чтобы студентам и окладчикам донести суд на следы. Сегодня вспомнила как раз Старусская академия, эта большая конференция в присвященном реформации. В принципе, эта конференция была проведена в рамках планов заходов Евразийской Асоциации. Это как раз та асоциация, которая объединяет 53 акредитованные цели асоциации евангельских учебных заходов. И я знаю, что с 2014 года он выполнился это, в основном, план заходов. Первая конференция была в Вильнюсе, вторая конференция была в Астрозе, третья конференция должна быть в Санкт-Петербурге. Он проводится несколько круглых историй с такими, как реформация и и вот, в основном, была реформация и католицизм, была реформация и православие. И как раз в этой круглой сфере мы проводим в Санкт-Петербурге Евразийской Асоциации. И мы планируем так же в Жовтень провести запят, связанный с реформацией. И все же таки, я планирую, что с правдой мы должны сделать, это реформация и университет. Захид, который бы сакцентровал внимание на кинздобуха вплива в реформацию, чтобы еще раз поговорить с ключевыми таковындачами и, в основном, эту программу. Она мне как раз очень интересная профессионально. Поэтому, если говорить о значении реформации на уровне университета, я сейчас, честно говоря, не вижу такого, знаете, что массовое желание это сделать. Но ближе до конца жовтня, я думаю, что так или иначе будет распоряджен ректорин, поскольку это указ ОЗД. И каждый университет обязательно что-то проведет. кто-то проведет это просто для галочки, а кто-то, напевно, будет окончать там, где есть факультеты, и исследователи, которые услышали реформацию. Я думаю, что это нормально. Но из такого плана захода, я его не вижу. Министерство может инициировать решение Виталий Леонидович я хотел бы продолжить эту думку, которую Виталий Леонидович зазначил, что университеты не горят в Варшаме. И ну досить важлива так и хвилюющая думка. Почему? Потому что университеты перетворяются в нас бизнес-культура. И своей метою они видят зарабатывание денег. свои метою они видят подготовку кадров. Основная мета – зарабатывание денег и экономия на всему, что можно экономить. Тут еще можно назвать что скоротились аудиторные годы, семинарские. Основной акцент на самостоятельную работу студента, а что студент самостоятельно может сделать не каждый належный методический базы. И это очень тревожная новость, что университеты не горят желания. Когда мы поднимемся нашу аудиторию и увидим, что совсем мало людей сидит и в нашей зале, на нашей секции, это свидетельно, что украинского общества, и христиан в том числе, нет видения университета, нет желания перетворить его в серьезный средок духовности, морали, профессиональной подготовки. И сколько большинство участников этого форума протестанты, мне это понятно, потому что протестанты ампутировали радянская влада прагнение здобавать высшую освоту. Для них это была недостаточная идея. Очевидно, нерозумение высшей освоты свое не стало на ней и поклало отбиток того, что на нашем форуме секции университета очень нечисленная. Слава Богу, что она есть. Слава Богу, что часть людей понимает значение. И говоря про перспективу, я не советую фессионистов. Почему? Потому что в Украине появляется несколько университетов, которые активно действуют христианское университетов. И я подраховывал таких университетов в Украине уже несколько университетов, которые я знаю. И каждый университет создает духовно-моральное, христианское, религийное университетов, когда есть ключевые особенности, которые могут около себя объединять людей, генерировать людей и здействовать заходы. Я думаю, что одним из таких университетов есть Украинский католический университет, который много делает. Это Национальный педагогический университет им. Драгоманов. Это Малитопольский педагогический университет им. Богдан Хмельницкого. Это в Киеве мы можем еще назвать университет университета Академии педагогических наук. Там последним достаточно работа. У Львови есть несколько университетов. Ветеринарная академия, это не удивительно, но там тоже работают кандидат физико-математических наук, апологер христианский, а также в Украине с начала 90-х лет. Университет лисотехнический, где работают также работают христианские идеи, в галузе биологии. И другие университеты, которые работают по-моему, и что я заприняю уже много лет, работающим в галузе христианской этики, что в той области, где есть университеты, которые есть опорой религиейно- христианское области. Возьмемо Львовскую область, украинский католический университет, есть основа, среда, и там достаточно потужно воплывается основа христианских этапов. До слова, нещодавно был выдан миссией в школах, школах, в всех классах вести христианский этапов. Это не смотря на тиски разных людей. Это государство и область делает то, что считает потенциал храммана. Островская Академия во многих лет, с начала создания в 94-м году, стала посредством духовного морального управления не только в Ривненской области, но и в других областях. И скажу больше, когда в 2000-м году мы влияли тому, чтобы областная рада большинство голосов приняла ухвалу основы христианских этапов в школах по областному предмету. 2000-м году, это был 2000-м год, а деструктивные силы начали работать, чтобы выключить христианских этапов в школе и в 2002-м году мы мали судовый процесс. Прокуратура против христианских этапов, областная рада, которая запроводила эту идею. Если бы не Астровская Академия университет, если бы не общая работа команды нашей, то христианских этапов в школе ничего бы не лишилось, и бы закрыли. И критикировали бы еще стягнение накладывания на певных людей. И так же бачим, что университет сьогодни очень важного оборудования есть, но в том случае, когда есть ключевые люди, есть свои разные каналы, через которые идут работы, которые организовывают, выпускают приручники, пассивники и так далее. 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 Наше спасение и выход из ситуации поляга в том, чтобы все конфессии объединяли с усилиями. Я далеко не думаю, что конфессии в ближайшее время объединяются идеологично, но объединять с усилиями – это крайне важно. И Астросская Академия прикроет в то, как мы объединяли с усилиями. Сколько мы провели конференции, уже десятки, и кто нам помогает провести? Протестанты помогают нам в финансировании, организации. То есть различные конфессии нам помогают. И католики, и протестанты, и православные – все участники конференции. Все помогают как-то объединять ресурсы и так далее. Я скажу вам, что Украина, очевидно, такая уникальная страна через характер. Украинцы не знают, что хорошо пахнет или плохое, но, при этом, эта религиейная терпимость, толерантность и особенность исторического момента как раз поляга в том, что конфессии достаточно толерантно ставятся данные отношения, и есть много примеров спорта. В частности, я думаю, что если на уровне конфессии достаточно сложно спортировать, то на уровне университета это сделать намного легче. Университет есть та площадка, где каждый может выступать, сколько есть интеллектуальная свободность. И если какой-то конфессии организируют семинары, то другие конфессии может не прийдут, а университет все прийдут. Потому что тут каждый чувствует себя комфортно. Каждый может высловывать, каждый может выступать, спілкуваться, пропагировать свои идеи и дискутировать. Стосовно протестантского, вы имеете в виду, какие запады? Ну, смотрите, я скажу вам так. Украина – это также относится к тенденциям. Сейчас происходит легализация духовных научных законов. И я был именно один из пионеров, которые много лет до . Начали участь в таком кількох феноменальных процессах. Это первое, это первое вопрос. Христианская этика в среде всех общественных школ. Второе – это создание конфессийных ресурсов. И третье – вы создание дипломов учебных учебных заведей и кандидатских домов. Вы видаете, что сейчас в феноменальном времени сейчас сейчас? У нас уже есть возможность создать религию в христианской школе, но, на жаль, не мастер-могу, пока что в этой школе. Почему? Потому что это, во-первых, финансово, а во-вторых, не Махтабрия. Где нам бы подобрать для конкретной школы вчителей, которые бы выкладывали географию, биологию, математику? Мы все были постоянно такими горячими, не горячими, просто формальными. Гарячими, где их взять? Наверное, в одной школе было все складно, знаете, забезпечить такие четырёх, вот нею, для них поселок, и так далее. Это не просто. Поэтому бума немає, но школа створюется. И вот недалеко от Кильева София Борщегирьская створюется такая школа, но с другой стороны, чтобы попасть в дитячий садочек этого комплекса, чтобы заплатить четыре с половиной тысячи, то может такие гроши заплатить. Я не знаю, сколько входят в платье, но это очень дорогая садочная. И качество, очевидно, высокая, но высокая платья. Кто-то, по 1 сентябре, может заплатить такую сумму, когда платья, не все, кто достигает такой суммы зарплаты, не краще, чтобы еще надо иметь каждый ресурс. А другая идея, и наступная идея, это признание дипломных духовных навчальных законов. Я как раз член комиссии, экспертная рада при Министерстве, и мы рассматриваем кандидатские дописки, диссертации и легализуем их. Мы надеем возможность, и государство признается диплом. И таким чином, те особи, которые работают в конфессивных навчальных законах, они сравниваются к кандидатам и докторам наук с государством. Но тут есть проблема. Не скажу, что все кандидатские дописки и диссертации, которые попадают в нас на раду, это лучше, что они соответствуют стандартам. И, на превеликий жаль, представители отдельных конфессий и законов пытаются разжаловывать комиссию, говоря, что вы знаете, вы знаете, наш такой час, потому что люди не могли получать ступень, чтобы отнесаться кандидатских докторских диссертации. Пойдем на уступки, а почему идти на уступки? Христианам покинут, они показали высокий стандарт. И уровень диссертации кандидатских докторских. Почему мы должны какую-то работу, которая быстрее, магистрская или реферат, признать за кандидатскую или докторскую диссертацию? Абсолютно возможно, моя точка взрослая права. Нам покинут, и нужно привести до них высший стандарт. И нещодавно докторскую диссертацию прогололили. Все против ТРИЗА. И докторская диссертация, членовик, який там неизвестно, как писал, все не прошло через специализм. Говорите, когда у нас в СССР, это вообще ЧП, когда докторская диссертация не проходит, когда голосуют против этой катастрофии. А тут, на нашей радости, это элементарно. Все будет хорошо. Это очень хорошо, потому что я серьезно могласть. И, бачите, держава, этичный консоль. Но когда держава представлена, соответственно ли мы. Вот мы говорим, что университет должен иметь икологическую свободу. Так. Но если люди, которые работают в нем, они не могут демонстрировать, что они будут творить в этом университете. Как на меня, наэкономеризация психологических веков и освятия, это феноменальные процессы, которые тут происходят. И, как на меня, это означает реформация в освятии. Но мы вчера слышали, что реформация первая, которая была на территории Украины, ей завладывают определенные контринформации, определенные процессы. Что может нащипно выважать, чтобы не делать тех помылок, которые завладывают реформацию в Украине, где стало? По своему и социо-культурному пространству. Ну, по великому ракону, в ситуации, больше молитесь. Больше молитесь. Тобто, представители разных конфессий не должны претендувать на приключение, что они единственные на все этистины, предположить и больше. Потому что ситуация такая. Православные кредитуют протестанты, протестанты кредитуют православных, и спасения, и не спасения, и знайте, и малька, и так далее. Бог даёт разные шляпи для него, разные шляпи для него. И это христианство не должно быть присутствием и притоманным для конфессии. Скажу вам больше вопроса, что наибольшим оппонентам развития христианской области и самих христианцев. Как бы это парадоксально звучало? Ну, где-то на следующем семинаре, где сейчас не буду показывать эти слайды, которые у меня есть. Для участия для участия для участия основных христианской области в школе. Неактивно было разработать программу, мы с программой. Сейчас в школе не нужно докладать. Программа, которая не нужна для того, чтобы можно было в школе докладать и писать в будущем. В принципе, первая программа была принята в Украине в 2005 году. В 2006 году для 5-6 классов. Это уже 15 лет не зависит от Украины. Через 15 лет, в принципе, сколько времени было уничтожено. Почему? Потому что и Министерство освіти, когда мы до него обратились, ну, дайте нам возможность преподавать, дайте программу. Ну, как? А, сами конфессии не могли между собой погодить. Протестанти говорили, что мы должны выполнять в Вашеносновную Библию. Православную. Чего в Библию? И передать нашу церковь, так же серьезно, аполагировать христианство, как от них, от их учебных детей. И вот эти 15 лет массово эти проблемы, пока не трудились на Украине с университетами. Знову были часть народных университетов. Постровская, Академия Григорьевская, 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 и так далее, они все вместе. И в МУКах, это очень сложно было. Это очень сложно. Потому что, если вы думаете, что христиане сидят, садят в стиле, и сразу там тиши благодать, то вы очень помиляетесь. Они точно так же, точно так же критикуют, точно так же, такие же нетолерантные народные, как и все другие люди. Но на правильный жад, Бог спрацював, и пришли до конца. Те же самое в 2010 году, когда сделали программу для первого 11 класса. Такая была борьба между конфессиями, потому что каждая конфессия купила свою программу. А так не получилось. Такая основа, что выиграла роль университета. Выпадачи сели, по-процессуала вот так, и сработали программу, и мы имеем программу в 2010 году, по-процессуала. Это припады того, как конфессии мают между собой работать. И как роль выиграет университет в этой очень важной группе. Стосовно протестантского университета, то это все не подходит уже. Мы же маем, я думаю, что Дмитрий Дмитриевич, Решетников, Юрий Евгенович, тут загадывал перелик высших учебных заходов, которые существуют в Богословской области, а их консульт. И я бы не рассчитывал, сколько их, но их там мало. Особенно это интересно. Почему? Потому что у них кривали часы не было просто в Богословской области. Теперь открылась эта возможность. И много из них и тут, и они чувствовали смак. Они чувствовали смак, что это нужно учиться, это интересно, это важно. И для того, Василий Николаевич, я в основном, хиба это учение все-таки теологическое, и только теологии, и неким практичным речем потребуемых церквей научаюсь. Я задавал вопрос про христианские университеты, я думаю, в базе не только теологии учить, а и, значит, ширеют специалистов в разных сферах. Вот возьмите, например, в Украинской католической университете. Там же целая гамма профессиональных, там же и IT-технологии, социология, педагогика, экономика, по-моему. Так само и в Киеве университеты, которые тоже довели на специальности. И это выхид, это очень серьезный выхид. И это очень серьезная интеграция христиан с существом. Не только в Кастерии священнослужения, но и в других фаховых подготовках. Например, экономист. Верующий экономист приходит в коллектив, и он может сделать изменения, или педагог, или инженер, или правитель. Это совсем не серьезный выхид. Они есть носители христианской идеологии, и фаховцы, и отластиковые люди. Если бы мы в 2002 году не приглашали фаховцев, христиан, а именно они играли, но они не защитили христианскую эдику, то все, мы бы не могли в Украинской улице и христианскую эдику. И так, это не то, но и в Украине. Это очень большое. Дякую, Валентий. Валентий Николаевич, махчиную некоторое. Ваши думки на то, 7-8 христианское университет заправить быть конфессионально, меньше конфессионально, и в принципе, цьюсь такая необходимость строительства в Украинской университете? Вы знаете, где это курс, это уже десь по 100, Это уже не так, что мы думаем. А осталось, что все мы станем против. Я занимаюсь исследованием по ословственному свету, как раз символизирую наш эфор с фактируем, так сказать, Грана Мамбова в медитированном условии, приезжавшись за Платон. Я на той час, еще переделал это, скажем, будучи верующим дитиной, я был в то, ну, я вважал, что это речные недоскоперспективы, это огромное энтузиазмство. Ситуация изменилась в моем оплате. Но когда мы говорим про реализованную сегменты россиянской области, то как раз мы говорим первое семяное, связанное с духовными навчальными заказами, то есть семинары. И семинары, они, в первую очередь, на обслуживание в первую очередь сохранения. И если мы говорим про протестантские учебные законы, соответственно, до наверху статистики государственной коммуникации национальности и аргумии, я считал 98 учебных протестантских и аргумии, и аргумии, из сегментов 189. Единственное, что статистика, когда мы выступили с тем, что сделал Юрий Евгеньевич, иногда считают один заклад тричь, потому что он изменил свою назву, а статус остается в своих интернерах. Если мы говорим про семинары в Юанске инвестеринации, это микронавчальный среднерах. Микроскопические. Большинство из них уже нет учебных дневных формулок. Великие учебные учебные сообщества, например, сообщества Юанскими среди антаркестов, это директора на семинари, Киевская Берлина семинария, Уговоря, это 50-е, 8-го, Боусовская семинария, где есть денежные учения. Это фактически подемагирует. И когда сейчас, на данный момент, учебные учения, когда вытекли, какая-то возможность, это чтобы было позиции, что большинство из них есть собственного компания. То есть государственная возможность выполнять кадровые отношения. И сейчас, на данный момент, каждый учебный 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 отдел не может пройти реценциональную презентацию, даже специальности духового условия. То есть, может стать какой-то семинар, прототип протестантского университета, на данный момент, в том числе. Найбільш перспективно, та, яка имеет визию и амбицию, это Украинская Ивановская Тологическая семинар. Это Пятолиционская Союза, которую вчера его свечали в Украине. Там уже есть амбиции на реценциональную. Другой, это, в основном, Богословский факультет. Украинский университет. С моей точки зрения, я солидаризуюсь с суджением М. Павловича Черенкова, что Богословский факультет – это христианская миссия в университете. То есть, наявление Богословского факультета – это, в определенном случае, возможность в академическом союзнике говорить о применении христианских истины, новой университет. И поэтому нужно искать возможности, как бы это не было слабо. Богословские факультеты, в переважной большинстве университетов, и американских гиберопестей – это уже, как бы сказать, бедные расстройки. То есть, город. Я имею в виду, что Богословский гиберопестей, В Университете как раз у нас есть экспериментальный вариант с научно-научно-центром Реалис, который представляет Ивановский христиан, мы сделали две программы, но и, в принципе, стали христианским. Это в нижнем фестивале. Там выкладывают православные, реформации, американские, галтистские, 50-ти. Это такая программа и с запрошением лучших звездок первой или другой юлии. Не тот американец, который может приехать, а именно тот, который будет в следующем квитне месяце выкладывать профессор Логин. Профессор из Кринстонского университета. И третий аспект, это создание христианских научных западов, и дальнейшим вариантом это как раз Кринстонский католический университет. Кринстонский католический университет и создание самого католического университета, это визия, которая формировалась, начиная от митрополита Андрея Шептицкого. Он постоянно говорил, он пытался создать подпильную английскую богословскую академию, которая польской платью закрывалась. Это пытается изучить теологию в Университете, в репу католикам, которые также собираются. Потом патріарх Иосиф Святой, когда вернулся из хрущевских таборей, он первым, что он ожидал, первым его указом, законник, создание Украинского католического университета в Риме. При первых парусах независимости, в 90-х годах, уже тут открывается репула Семинар Львови, и уже начиная с 2000 года, открывается репула Университет под патронатом предстоятеля. И сейчас, как предстоятель Владимир Святослава, он является канцером этого университета. То есть, есть общественная сгода в том, что он статусировал с интересной, абсолютно интеллектуальной и финансовой автономией. То есть, финансово Украинский католический университет вообще не зависит от Греко-католицейской церкви, визнаючи ее первость в загальнозаконном праве. А церква надает право абсолютно не втручаться в свободу интеллектуальных и интеллектуальных искусств университета. То есть, это фантастическое объединение, но это лиза историчной церкви, которая пришла в сторону. На данный момент, если мы говорим про православную, например, я не вижу на данный момент у православных садков трех больших юрисдикций створения такого университета. Сейчас Киевская православная государственная академия УПЦ Киевского патриархата получила ліцензию и администрацию, то есть центральный навчальный законод действий, у УПЦ и УАПЦ такими выпусками обзоги over찬 Conventionista, но очень влево, если мы говорим о евангельских escuelaх, то обговоривалося вопросов и в 50-х, и в макистистях по созданию парасольного навчального законодательства, которые позволят помолюваться с силой. Но опять же и возникает вопрос. Большинство боится, что этот учебный 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 создает реальную конкуренцию в семинарах и приведет к их поглибленной кризи. То есть для того, чтобы создать протестантский университет, нужно, чтобы была человек, которая будет творить эту жизнь, и она просто-напросто будет над этим работать. Второе, когда она может доказать евангельских христиан, которые имеют науковые ступени кандидатов в вторых наук, учиться к созданию. И третье, чтобы найти автономное финансирование, потому что союзы не будут финансировать и нет возможности, потому что университет – это очень дорого. Это очень дорого. Поэтому сейчас, на данный момент, есть желание, но нет возможности для реализации. У нас засталось около десяти христианок, причины есть некоторые, которые появляются в этом году. Не успели? Вот тогда я противно. Скажите, вот на вашу думку, на кольки из мест прозных университетских предметов, которые сегодня укладаются на университете, и где является христианским, и где на вашу комнату возникнет из мест, в этом поведение изменится? Таких загальных, святных университетах, которые являются христианскими. Все, без мест предметов, зависит от этого. Если христианин, то он, конечно, найдет возможность вкладывать, в том числе, демонстрировать строю, и деологию, а также использовать материалы, которые достаточно обширны, в том числе вкладывания. Но таких вкладывателей, на жаль, очень мало. Большинство вкладывателей – это святые люди, для которых христианство – это одна из многих людей. И тем больше, если вкладыватели не есть практикующие христиане, какие-то далеки от этих вещей, то ясно, что они не втягивают и используют христианские идеи вкладывания. Водночас, если у Университета есть желание вкладывать христианские дисциплины, то это можно делать. Например, мы в Островской Академии даже запрошили калачи, какие-то большее вкладывания. И он выполняет основу христианские для наших студентов. И среди студентов есть большие интересы. Но это интересы существуют тогда, когда вкладывания на научном уровне. Молодь не будет слушать даже если они христианские, если уровень вкладывания не высокий, если вкладыватель не очень компетентный, если вкладыватель не интересен как личность, и не умеют использовать соответствующие навчальные вкладыватели. Поэтому название христианских курсов это еще не стичь для того, что этот предмет будет интересен и его будет интересен. И поэтому это серьезная проблема для Украины. потому что есть возможность вкладывать. И вкладыватель сегодня может делиться с студентами христианских идей. Но, по-перше, не так много у нас вкладачей, а по-друге, для того, чтобы вкладывать, это нужно разработать курс, не пропустить учебные материалы. Это все стоит время. Все стоит время. Что если человеку есть один предпочитатель, который выработал христианское видение своего предмета, что нужно для помощи людей, которая могла бы помочь им это существовать христианские центры, которые могли бы заниматься такими работниками. Это очень важно, чтобы такие центры могли встретиться, поделиться своими работниками, что происходит 19 году. И как раз мы пытаемся на такие речи. На вашу думку, вы должны это рецепт для логических новостанов? можно помнить у нас в Киеве уже третий раз косплик, два раза на год на Киевского библийного института. Это методические семинары для указанных логических указанных 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 к указанным и очень для того, чтобы в методическом плане допомогти, сделать какие-то спильные, возможно, посетители обладания тех или иных дисциплин. Поэтому мы продолжаем работать в этом плане. И в великой культуре уже на сегодня 12 заказов, которые принимали в этой спильной работе, в этой работе, в этих методических семинарах. 10 на основе чего эти семинары? Мы в жительстве тут. Это Маналюка. Маналюка. Они не знают, где он пишет, где он уведомляет свою работу, кто его чужит, чем он занимается. Про это никто не знает. Потому что протестанты, как всегда, они считают, что это партизанская партизация, кто его чужит. Мы не отвечаем. И не можем весь велосипед, а только там одно колесо, и у всех одно колесо, никого не мает велосипед никаких видов. Так само масса есть для первого класса средней школы, а для 11 только один подручник. А тысяча для первого класса. Так само для всего нужно объединяться, працелать спидно. Субтитры создавал DimaTorzok